О, Светочка, здравствуй, добрый вечер. Очень рада тебя слышать. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Витя, я должна тебе ответить, эти места, это шестая часть города, каждого города, где они оседали. И эта часть, шестая города, называлась гетто. Это не то, что по всей земле было каких-то особых шесть городов, а часть города называлась гетто. И они до сих пор закрываются в каждом городе. Они закрываются, говорят, что их бедных якобы закрывают. Это, как всегда, перепутано, поставлено всё с ног на голову. В каждом городе есть своё гетто, в каждом. Особенно это хорошо видно здесь в Италии, потому что их воспаляют так, как Рим, столица иудейская. И никакой не Израиль, а иудейских цыган, ещё похлеще, которые боготворят культ Калима. Это самый, наверное, развратный, тяжёлый, самый безобразный культ после Яхве. Там, если Яхве – это бог-отец, а это богиня-мать. Светочка, она иначе называется богиня Кали, да? Да, Калима. Кали, богиня Кали. Ну да, Светочка – это же богиня смерти, она же там вообще какая-то жестокая. Я фильмы какие-то видел, якобы в Индии где-то там сердца как-то вынимали, там прям такие жертвоприношения, прям из живого тела сердце вынимали богине Кали. Неужели это вот это оно и есть? Да, и до сих пор ассасинос – это убийцы, которые приносят жертву вот этой Калима, они служат вот этой Калима. И если по Торе, бог Яхве, у него была жена Ашерах, если мы читаем «Зану наперёд», получается «Хороша». Вот так вот даже. На русский язык можно прочитать. «Хороша». И вот это была у него жена Ашерах. Или же Калима, другими словами, потому что каждый иудейский бог, ну их сколько, он один же, и только в Торе говорится, что у него была жена, а в Ветхом Завете это не говорится, он говорится, что он один был. И поэтому хочу дальше продолжить о гетто. Гетто – это они сами назвали, это они себе закрывались. В этом гетто находится их, церковь, где они молятся, приносят жертвоприношения и справляют их праздники. Никто не имеет права заходить в это гетто. После определённого часа они закрывают. И потом после определённого часа они открывают. Светочка, я чуть-чуть уточню. Это до сих пор так? Это сейчас так, в данный момент, да? Это так же до сих пор. Каждое гетто можно пойти и найти в любом большом городе. По всей Западной Европе это стопроцентно. Вы можете туда зайти только днём. Вечером никто не имеет права зайти, если он не резидент вот этого города. Конечно, наверное, нас убьют там, да, Свет? И съедят. И только убьют. Вот. Так что об этом я хотела сказать. И потом, Витя, я тебя слышала о экстремальной жертвоприношении Иисуса. Во-первых, есть ещё одно, не одно, а их ещё 12, по-моему, нет, 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 10. Не помню, не помню. Есть ещё Евангелие от Иуды, есть ещё Евангелие от Джакумо, Якоб, Джакумо, Якоб. Потом ещё какие-то есть Евангелии, их очень много, другие повествования. Значит, в одном, например, пишется, что когда он был поставлен на кол, а не на какой крест, не было крестов, это наводил вообще-вообще, если когда-то вешали для порицания, чтобы все видели, это был кол, и подвязывали руки. Вот. Чтобы нижняя часть под своим весом разрывала спиной мозг. Это была такая инквизиторская тортура. И в одном Евангелии говорится о том, что когда его подвесили, он начал материться сильно, говоря, что «такий ты Бог и туды твою перед туды, ты что со мной сделал?» Хорошо, давайте будем обсуждать те источники, которые академические, которые нас заставляют изучать. Когда он был поставлен на крест, там мы знаем, что было два бандита. Был какой-то вараба и еще один, его имя не называется. И когда в последний момент Понтио Пилат сказал народу иудейскому, но засудили его фарисеи, не иудеи. А проблема иудейская, народа, самого народа иудейского, когда его спросили, кого хотите освободить, потому что сегодня наш праздник, ой, ваш праздник Пасхуа, и я Понтий Пилат, я такой добрый, сделаем, значит, одного освобождаем. Давайте освободим Иисуса Христа. И все закричали, нет, нет, освободим варабу. И освободили варабу. А вот этих двоих, значит, оставили умирать на кресте. Разберем, кто такой вараба. Вараба, говорится, это в русскоязычном издании. Бараба в итальянском издании. И также в английском. Бараба это сын отца. Значит, пункт, вот такой вопрос. Кто есть тогда сын отца? Бараба или Иисус Христос? Если мы будем разбирать название Иисуса Христа, это Спаситель Мессия. Дословно. Это Почтальон Печкин. Это ничего не говорит. Это имя собственное. Это какая-то профессия. А мы здесь все Мессии, все пророки, все Спасители душ человеческих. Даже последние убийства. Света, ты как выложишь, кто это? Значит, моё мнение не меняется, не мутируется. Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю. Для меня Иисус Христос это обыкновенный прохиндей, обыкновенный убийца. И уже сколько я раз говорила? Давайте даже читать в Библии. Что же он умного сказал? Сколько раз говорила уже? Ещё раз давайте вспомним. Кто не читал, давайте вспомнил. Всё равно то, что даже слышали. Не надо даже читать. Где он проповедовал? Всегда где-то за столом. Там, где была выпивка и закусь. Это такими простыми словами. Больше я простых таких примитивных слов употреблять не буду. Буду говорить человеческим языком. Там, где всегда было вино и пища. Он никогда не подходил ни к одному крестьянину и не помогал ему проорать землю, засеять. Никогда такого не было. Он ходил и собирал только подати. Не он, а собирали женщины, его следовательницы. Те, которые за ним следовали. Последовательницы, не следовательницы, а последовательницы. Хотя мне нравится всё-таки следовать, а не последовать. Наверное, перекрутили снова. И эти женщины, потому что это женщины, она оставила богатого мужа, забрав все богатства мужа и предоставила это Иисусу Христу и его компании, потому что это была компания. Он и 12 своих последователей. Вот здесь действительно последователи. Кушать варили, прибирали, стирали. Был женский отряд. Он этим занимался. Остальные были женщины, которые оставили свои фамилии. Все из богатых семей. Они содержали полностью это движение. Мужчины, вот эти апостолы, они все были тупы, бедны и безграмотны. Помним, что они все были как бы занимались ручным трудом. И что такое слово книга, наверное, вообще бы не поняли. Они бы поняли, что это какие-то обмётки. А может, кусок хлеба. Были очень тупы, потому что если мы вспоминаем, когда он им что-нибудь проповедует, он ничего им не проповедует. Абсолютно. Он начинает свои слова. Какие же вы тупые, ничего не понимаете, о чём я говорю. О чём я могу с вами говорить, если вы ничего не понимаете? Напрашивается вопрос. Зачем ты выбрал тупых? Значит, тебе выгодно иметь тупых, и ты можешь показать себя начальником. Или тебе сказать нечего, ты ничего не сказал. Один, два раза он собрал якобы народ на горе и когда делил хлеба и рыбу. Хорошо, очень чётко описывается, сколько было народу и какими группами их рассаживал. Там были дети, женщины, мужчины. Значит, второй, первый случай там как-то пространно описывается, ничего я не поняла, но и давно читала, не буду. Мне поразил второй случай, когда было пять тысяч человек. Значит, пять тысяч человек каким-то образом сдёрнулись со своей земли, потому что это все крестьяне, это все примитивные люди, безграмотные, это рабочие, это, ну, вот, как они работали на кого-то. В какой-то момент все вздёрнулись, пришли и сели по этим группам, как им было сказано, по 20 человек. И вот это очень детально описывается. он сел на эту гору, подумал, подумал и сказал, а ничего я вам не скажу. Все дружно похлопали, но это я смеюсь. Разделил он эти хлеба и рыбу. Какую рыбу? Вот когда я, правда, ещё 24 года, когда мне было читала, у меня был такой вопрос, а что, ни жареную, ни вареную? И хлеб, ну, конечно, там же как умножение хлебов и рыбы, ладно, наверное, поджаренная была, надеюсь. Хорошо, первый раз он начал, когда он всех собрал, тоже по группам, определённым группам, по 20 человек, было побольше народу. Это второй раз, наверное, поняли, что ничего кушать не даст, и это вообще они пришли. Как можно сдёрнуть, каким образом, кто за ними бегал, кто их сгонял, и зачем просто так посидеть и потом разбежаться? Ну, конечно, хоть поели, сделали столовку, ладно. А первый раз ничего, ну, да, был у него, как называется, разговор у горы, не помню, потому что я знаю, как по-итальянски называется этот разговор, ну, и что хорошего он говорил. Он мне напоминал Горбачёва. Очень много, но ничего не сказал Путнева. Ну, абсолютно. Ну, хорошо, посидели они, послушали, и потом в какой-то момент он сказал, всё, уходите, я устал, я устал, я ухожу. Хорошо. Дальше идём по его последователям. Ну, самый знаменитый это, конечно, Пётр. Как же так? Все его знали, собирали такие толпы народу, два раза собрали такое количество людей, и когда, значит, в день его, перед смертью, когда его пришли легионеры, чтобы забрать, легионеры ночью ходят, теми, они ходят по этому посёлку и говорят, а вы знаете, где Иисус? не, не знаю, а кто это такой? Это был ответ всех крестьян, людей. И тут где-то завалялся Пётр, где-то появился на пути, и все говорят, ну ты же Пётр, ты последователь Иисуса, а он говорит, не-не-не-не-не, ничего не знаю, ничего не знаю. Так три раза он сказал, так как прерёг Иисус, что три раза ты откажешься от меня, и как только петух завопит, ты вспомнишь, что ты меня предал. Хорошо. Ну, короче, все Петра знают, он отказывается, вообще не знаю, вообще кто он такой, нафиг он мне нужен. И никто его не знает, потом пришли и его забрали на эту Оливковую гору, его забрали с этой Оливковой горы. Расскажу снова, в каком положении его забрали, что он рассказывал несколько часов, как не вдалбивал, это я уже такое грубое слово говорю, не посвящал, внедрял в юношу, в молодого юношу, молодого юношу, это мне очень понравилось, который своей спиной, голой спиной был прижат к груди, голой груди Джизу, Джизу, Иисуса. И несколько часов Иисус ему посвящал, скажем так, в истину Божью. Таким образом, когда он сидел у Иисуса на коленях, это в каждом, это написано в четырёх книгах, в четырёх книгах Нового Завета. И когда пришли... Ну это же гомосексуализм явный. Я рассказываю то, что я читала. Я ничего не придумываю, я не интерпретирую, я только рассказываю и рассказываю. Тебе верим сто процентов, особенно я. И потом... Интересно, очень интересно. Когда легионеры пришли, и, ну конечно, как же его, Иуда, значит, продал за 30 серебряников Иисуса Христа, подошёл к Иисусу, начал его там целовать. А что, пальцем показать нельзя, обязательно надо подойти и ещё чмокаться? Тоже ни у кого не вызывает никакой мысли. Не говори, ужас какой-то, да. Вы видели когда-нибудь, чтобы мужчины просто так целовались на улице? Ну просто так, потому что, а когда особенно милиционеры приходят и один на одного, чтобы там накапать, подошёл к нему и... Вы видели такое? Хорошо, идём дальше. Нет, не видели, не видели. И вот этот мальчик соскочил, и он был покрыт одним, одной только простынью, и начал бежать, убегать. Там так дословно описано, не написано никаких разговоров, никаких учений, а написано, как этот мальчик вскочил и начал убегать. Эта простынь как упала к его ногам. И все увидели настоящую наготу красивого парня, молодого. Ужас! Продолжительные аплодисменты. Хорошо. Потом о чём ещё хотела я сказать. Вот это очень интересно. Очень-очень много чего интересного. Даже не говоря о том, я уже говорила, и сейчас ещё повторю, и 50 раз повторю, что только у Иоанна написано, что Иисус свалил на себя свой крест и пошёл на Голгоф, Голготу. Не Голгофа, а Голгота. А во всех трёх других книгах написано, что и шёл какой-то Симон. В одной книге написано, по-моему, от Луки написано, что он был какой-то крестьянин. В других книгах ничего не написано, а написано, что будто бы дурачок, местный дурачок. И так в английском языке есть такой Саймон, пишется Симон, типа Иванушка дурачок, но у нас Иванушка дурачок, это положительный герой, а типа дегенератик. Он потащил, а Иисуса там обсмеивали. Никакого венка у него не было, у Иоанна написано, что и терновый венец был возложен на его голову. И взял, свалил на себя он крест и пошёл на Голгофту. Никакой ни у кого дороги и оплёвывания, там падания вот этих семь или девять дорог, которые он проходил, улиц, там какие-то подтирания, женские подтирания, наложение полотна на его лицо, ничего такого нигде не написано. Ну и потом он пришёл, там его повесили тобой, то есть в смысле распяли и всё остальное. Хорошо. И потом не в каждой книге написано. Пришли только женщины по большому счёту. И когда якобы Мария Мадалена, которая пришла прощаться и увидела, что камень в эту пещеру был открыт, а кто ему дал пещеру? А пещеру ему дал очень богатый человек, подарил пещеру, потому что все иудеи после смерти они не имеют права быть кремированы, они должны находиться в своём теле. и поэтому для них чем богаче, тем пещера дорогостоящая, скажем так. И вот этот богач подарил свою пещеру. Как так? Его никто не знает, никто ничего, а тут как кто-то ему дарит такую пещеру. Ладно, приходит эта Мария Мадалена, видит, что засов, ну вот этот камень, который закрывал вход в пещеру, его нету, есть сдвинут. Она в ужасе убегает и прибегает к Петру. О, Пётр, Пётр, нету нашего Господа, пещера пуста. И что он отвечает этот Пётр? О, ну да. Вот что он отвечает. Всё. Ладно, кому она и бежит? Бежит к матери. И кто приходит? Приходит там ещё была сестра, господи, и как же её зовут-то? Та, которая заставила отрезать голову Иоанну Крестителю, попросила через Джизу, через Иисуса, чтобы отрезали голову Иоанну Крестителю и ей поднесли на блюде эту голову. Эта сестра, ой, а чья эта сестра? Вот я забыла. Хорошо. Нет, не Мария, не Мария и Магдалены. Это чья? На фоне того, что вы рассказываете вот эти страсти, уже не важно, кто кому что сказал, как зовут сестру, потому что такие страсти. Нет, это важно знать. И к ночи. Ну чё уж к ночи. Так это же Библия. Так это же наша, мы должны ложиться спать и просыпаться, думая о Библии. Клянуться же на Библии, все президенты клянутся на Библии. Это же наша путеводительная звезда. Светочка, давай дальше. Интересно так. Я прямо аж сказка страшная на ночь. Давай. Давай. Так вот, значит, вот эта девица, эта женщина, какая она в чём-то девица, та, которая заставила отрезать голову Иоанну Крестителю, и ей преподнесли на блюде, потому что он ей надоел, он ей не нравился. Фу, такой. Ну и мы отрезали голову. Так, просто так, потому что такая она, вот такая. Ладно. И пришли же эти женщины, чтобы помыть, обмыть тело, ну и увидели, что ничего нету, только остался как простынь. И всё. Хорошо. Давайте ещё такой, перейдём к очень интересному такому моменту. В то время, когда Иисус находился на кресте, значит, к нему подходили, ну подошли к женщине, никто к нему не подходил, там была Мария Магдалена и мать его. И просили у легионера, чтобы там тряпку намочить водой и поднести к рту, чтобы он облизал вот эту тряпку хотя бы. И вот этот легионер взял в уксус, обмакнул эту тряпку и дал Иисусу, вот представляете, такой развратник, вот этот легионер, бессовестный террорист. Вот. И что тогда? И Иисус говорит своей матери перед самым последним издыханием, мать моя, это сын твой, в смысле на Марию Магдалену, прими его как сына своего. И вот здесь, вот этот момент в 24 года меня, наверное, сразил, вообще порезал мои все ноженьки, потому что у меня и всё больше, больше было вопросов. Извините, а с кем Иисус так сильно общался, тесно-тесно? Всё-таки с Марией Магдаленой, с мальчиком. И мать сказала, да, я приму типа как сына. И потом вот этот молодой человек ещё до самой смерти ухаживал за матерью, пока она не умерла. Вот. Тоже-тоже интересно. Нигде, значит, пришла Мария Магдалена, а оказался это молодой человек, мальчик. Интересно. Да, вообще всё запутано так. Скорее всего, наверное, это был мальчик. Наверное. Который сидел на коленках. Может быть. Вот пишет вас из ДАС. Что это такое? Какой умный ты. Не тряпку, а губку. Боже мой, ты знаешь, это такая большая разница. Это очень-очень важно в этот момент знать, или губку поднёс в уксусе, или тряпку в уксусе. Это очень важно. И губка, если на то пошло, были только морские губки. В ту эпоху не было губок. Дорогой мой, вас издаст. Ну, это тоже всякие эти тролли, ну и баню. Это мерды, как обычный. Да. И что ещё можно такого интересного, очень интересного рассказать? Ну, мы скажем о том, что когда он был в этих церквях, вот всегда давайте представим одну картину. Нам не нравится церковь в том районе, где мы находимся. Мы там знаем, потому что там должны мы деньги давать. тот, кто ходит в церковь, заставляет там свечки покупать, заставляет там что-то, какие-то ритуалы делать. Мы все понимаем, даже те, кто очень сильно верит, но он понимает что-то не то. И тут в данный момент, в какой-то момент, я не знаю, например, возьмём меня, возьмём меня. Я иду мимо церкви, вижу там какие-то дела происходят. Вот. Я вдруг начинаю орать как бешеная, начинаю толкать вот этих прихожан, перевёртывать столы, вот, кричать, что это как торговый дом, а не дом Отца Небесного, и идите вон отсюда. Что мне будет? Я не знаю. Это, наверное, слышно. Тебя арестуют, полиция арестует. Почему тогда Иисуса не арестовали? Ничего не сделали. Он заходил в синагогу, он там что-то рассказывал. Ни одного свидетельства нет, о чём он говорил в синагоге. Он мог про футбол рассказывать. Светочка, знаешь, я читала примерно, что это может быть даже на самом деле был, он же не зря говорили, царь иудейский, то есть он был просто царём. Тоже такая я слышала, где-то читала, что он был то ли сам царём, то ли был сыном царя Иисусу. Он был потомок от Соломона, вот этого знаменитого теперь уж Соломона сегодняшнего дня с утреннего эфира. Он был прямым потомком Соломона, потому что мать его Мария была внучкой Соломона и мать Иоанна Крестителя была тоже какой-то родственницей вот этого Соломона. И мать, ну, Мария и Елизавета, это мать Ивана Крестителя, они были там какими-то племянницами, там, ой, я не знаю, ну, в общем, были очень тесными родственницами. И когда Мария родила, она приходила к Елизавете очень часто, потому что Елизавета годом раньше родила Иоанна Спасителя. И они тесно общались, потому что Елизавета давала советы, как надо ухаживать за младенцем. А когда вот ты сегодня, Лена, я читала, когда ты зачитывала, что насчёт фарисеев, и там говорились, ну, когда Иисус говорил, я пришёл к вам там, потому что у вас отец дьявол, и т.д. И ему перед этим ответили иудеи, там было сказано иудеи, а не фарисеи, тут тоже надо различать это. И они ответили ему, мы не говорим о тех, кто с теми, кто рождён в грехе. И вот этот пассаж автор пропустил. А это очень главный, потому что здесь написано, что те, кто рождён в грехе, это было напрямую сказано Иисусу Христу, потому что говорится, что его мать по вторе написано, у нас написано, что от Бога родился, ну, от Бога Дух Святой спустился. Вот. А в вторе написано, что Иисус был рождён вот этой Марией, потому что она работала как проститутка у легионеров. И один легионерский там молодец, и у него это есть ещё имя, я уже не помню, к сожалению, хотя надо бы помнить, потому что некоторые вещи самые, ну, очень главные. Так вот, это была, ну, как, ну, такая вот, у неё такая была работа. Вот. И она родила вот этого ребёнка от, от мужчины из Рима, скажем так. Светочка, я, знаешь, сегодня нашла такую статью, оказывается, почти все еврейки, все проститутки, и они, оказывается, все ходят по мужикам, им это очень нужно, чисто физиологически, оказывается, вот, ты знаешь, да, что женщина у нас там ночь, ну, ладно, ничего скажу, как женщины получают оргазм, ты прекрасно знаешь, да, как. У мужчин есть головка, а у женщин совсем другое, да, ну, примерно то же самое. А они, оказывается, у них, оказывается, оргазм они получают влагалищем, они другие, они обезьянки, представляешь? И самое интересное, что они, оказывается, все проститутки, и, в общем, я такую статью нашла вообще шикарнейшую у Антона Благина, опять-таки, или у какого-то Яблочникова, я прочитаю её и выложу на свой канал, потому что вообще умопомрачительная статья. Ну, я могу сказать, что все порно-актрисы, только еврейки, ни одной нет нормальной белорозовой. Так что, это, знаешь, это у них национальная черта быть проституткой. Ну, так оно и есть. Ну, вот, о том, потому что слышала разговоры, и особенно, где же они, когда сделали свои грязные дела, вот, убийства, где они скрывались, где вот эти города, написаны города, а это гетто. В каждом городе это гетто, там, где они проживали. Обособлено, и никто их не загонял в гетто, наоборот, никто не имел права войти в это гетто, потому что они закрывались, они никого не допускали. И, как узнать насчёт, вот, видишь, лучше не говорить некоторые вещи, потому что начинаются уже эти тролли троллить. и почему о гетто хотела сказать, а, если вы сейчас в данный момент только днём зайдёте в гетто, любое, вы спокойно можете зайти, почему? Потому что там много лавок, ну, лавок в смысле продают всё, они заинтересованы, чтобы у них покупали какие-нибудь подделки, там много парикмахерских, там только парикмахерские, они, ну, говорят, молодцы насчёт этого, много обувщиков, которые там делают обувь, которые ремонтируют обувь, они очень рады, когда к ним заходят, потому что таким образом вы оставляете одну свою денежку, понятно, потому что там покупаете кое-что у них, вот, и можете спокойно, спокойно в этот момент спросить, правда ли, что гетто типа сделали специально, чтобы унизить вот это несчастное, этот народец, и их закрывают от всех, они вам все скажут, нет, это неправда и посмеются, вот все, все вам скажут, ну, только заплатите, купите у них что-нибудь, заплатите, они всё вам скажут. Можно я вот тут кое-что нашёл по городам-убежищам, это вот Библия, Ветхий Завет, числа 35-12, ну, там 9, значит, сказал Господь Моисей, это когда Моисею давал заповеди, информацию, Яхаря, да, объяви сынам Израилевым и скажи, когда вы перейдёте через Айрдан землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно, и будут у вас города сие убежище от мстителя, чтобы не был умрешлён убивший прежде, нежели он предстанет перед общество на суд. И вот ещё тут момент, много описания, то есть детализация, и вот есть ещё момент, если, так, так, деревянным орудиям не важно, должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровью, должно возвратить его общество в город убежище, если, куда он убежал, чтобы он жил до смерти великого священника, который помазан священным елеем. И если же убийца выйдет за предел города убежища, в котором он убежал, а, и, кстати, тут городов, которые должны сделать убежище, должно быть шесть. Три города по эту сторону Иордана, три города, дайте, в земле Хананской. Вот так вот написано. Так вот, убийца живёт в городе убежище и не имеет права мстителя его убить, настигнуть в этом городе, пока не умрёт первосвященник. первосвященник умирает и убийца должен уже сам спасаться, любой его может убить. Вот так вот. Это числа 35, 9 и дальше. Ну, у меня в моих, давай я тогда себе запишу, посмотрю, но то, что я читала, это, это, я думаю, что это новодел. В каждом городе гетто это есть убежище и там они могут спасаться. А убить кого? Дело в том, что есть другие, давай я запишу 35 и потом и далее. Число 35, это, я так понял, глава 35, стих 9 и дальше. Стих 9, да, я себе напишу, но я не думаю, что у меня так же. Хорошо. И потом, если они убили белого Гоя, значит, им ничего не делается. Это в том случае, если они убили соплеменника. Это совершенно другое. Если по каким-то они убили, они, ну, понятно, они не умеют, не должны убивать своего брата. вот. И когда говорилось еще, вернусь тогда к Якову, что богоборец, там так было странно, тоже у этого автора написано, или он не дочитал, или услышал, или специально скрывает кое-что. Значит, Якову, якобы, ну, там спустился сатана, да, а где же это сатана спустился? Яхве, значит, у него сатана, значит, спустился, когда Яхве переходил через реку, вначале он отправил двух своих жен с детьми и с своим скарбом домашним, а потом уже сам последний перебирался через реку и уже начало темнеть. А почему он перебирался через реку в побеге с двумя своими женами, это две сестры, вот, странным образом, они рожали детей на коленях, на коленей, не на коленях, а на коленей, что это такое, никто не может понять, они не рожали детей, как должны рожать нормальные женщины, а там тоже что-то странное, они продавали этого Якова за, как же называется, не Маракум, а как же называется, Господи, снова вылетел, за наркотики, кто с ним будет спать в эту ночь, и они друг другу его продавали за наркотики, я тебе дам наркотики, а ты мне дай с ним переспать, вот таким образом, он переходил из руки в руки, потому что он тоже был под влиянием этого наркотика, ему все равно, что было, и подлогом его тесть вначале ему дал в жены старшую свою дочь, она была страшная, пока накрыл ее одеялом в день свадьбы, он хотел на младшей жениться, а он ему подсунул старшую, ну куда одеваться, взял тогда потом и младшую, вот так что у него было двое детей, ой, продон, двое жен, а убегал он от своих братьев, потому что перед тем, как найти этих жен, ну это важно, жениться уже на этих женах, он у своих братьев, там их ограбил, обговорил, там убить хотел, ну короче это такое, и эти братья годами его искали, чтобы отомстить, вот, и в этот момент он убегает от своих родственников, перебирается, ну своих этих жен с детьми и со скарбом, они уже перебрались через реку, темнело, он собрался перебраться, вдруг он слышит, какой-то мужчина бежит за ним, он испугался, этот мужчина на него набросился, и они занимались, там как написано, борьбой, занимались борьбой телесной, не борьбой, там кулачный бой, нет, телесной борьбой, и до самого утра они, вот видите, тут бы хорошо бы подошло бы русское такое слово, кувыркались, до самого утра, и потом Бог удовлетворённый, не только удовлетворённый, а успокоенный, удовлетворённый, улыбаясь, сказал, ну да, ты победил меня, ты знаешь, кто перед тобой? Он говорит, нет, ну да, не знаю, он говорит, это я, Бог твой, а ну да, это знаете, кто-то говорил, ну да, вот, это точно такой же Яков, и Бог ему говорит, так вот, из этого момента я назову тебя тот, который боролся с Богом и, ну, в телесной борьбе, понимаете, да, и не победил его, а удовлетворил его, вот, 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 удовлетворил, и с этого дня я тебя назову Израиль, богоборец, и будет твоё колено Израилево, вот так вот, а если разобрать тоже по буквице, то тоже очень интересно, ну ладно, я сейчас не буду разбирать по буквице, потом разберём, там тоже что-то очень странное и по буквице происходит, вот, это моё умозавключение, так что я сейчас пропущу, я буду только пересказывать то, что написано, ну вот сейчас в ответ вам завете, то, что было написано, такой-то Яков, который сделался Израилем, почему он называется богоборцем, а вот этого тоже пассажа как-то пропускают все странненько, а это везде написано, что было теле, а, и кстати, есть картины, очень интересные, ох, какие интересные картины, там, где Яков борется с богом, это надо посмотреть, действительно, поищите, я не помню автора. Можно, можно я зачитаю эту часть, я нашёл. Да, я хочу послушать русском интерпретации. Коротенько, это Бытие, глава 32, стих 24, и остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним, с большой буквы ним, и сказал, отпусти меня, ибо взошла заря, Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, и сказал, как имя твое, он сказал, Яков, и сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Бытие 32, 24 и дальше. Бедра коснулся. Видишь, у меня там немного по-другому. Во-первых, там спрашивают, ты знаешь, кто я? Улыбаясь, спросил незнакомец, а Яков в страхе уже утром, перед утром, перед заходом солнца. Говорит, нет, не знаю, это я, я Господь твой. Вот так, а у меня написано, моей интерпретацией итальянской. И вот с этого момента, так как ты богоборец, не победитель там Бога, а богоборец, это телесная борьба написано. и будет твое имя Израиль, и все колено твое будет называться Израилем. Также, как я сегодня рассказывала, когда Юра подошел, наверное, тебя, Витя, не было, тоже, когда было про Ной и его тресена. Когда Ной, потому что у нас Ной, я так и говорю, значит, упился, он каким-то образом понял, что в винограде можно венцо делать, и пишется, что значит, бедный, как бедный, ну там, человек, Господи, вот в чем дело. Здесь проблема, потому что вставляют слово человек. А по, знаем, по нашему славянскому языку все-таки человек, это потом идет ас. И давайте, я буду говорить людина. Потому что это слово вообще выкинули везде, специально. Светлана, это леший, снова доборус. Как ты наоборот? Человеки – это те, кто сделаны по образу Бога. Везде же даже написано. А люди – это и есть боги, живущие на земле. Нет, нет, леший. Люди – это юды, люди – это юды. А человек – это все-таки человече, это то, что вечно, понимаешь, чело на вечном. Раньше люди же были вечные. Мне кажется, по Данилову здесь надо. Все-таки действительно ас, потом человек, потом люди, потом жить, ежик. раньше же люди были вечные. Люди все-таки. Основное слово – это люди и правильное слово – люди. Не знаю, не знаю. Понимаешь, вообще по русскому языку люди – это множественное число, человек – это единственное число. Вообще, это всегда было так, что это одно и то же. Это вот в русском языке так, леший. А вот сейчас просто спорить на эту тему, я думаю, не стоит. Мне кажется, все-таки человеки – это выше людей. Мне так кажется. Я думаю, вряд ли по тому хотя бы то, что Вы рассказывали, и там человеки – это созданные по образу, подобию Бога. А люди – это Боги, живущие на земле. Нет, Леший, это нас обманули. На самом деле, они людей создали. Даже вот это, они создали вообще нежить. А вот эти люди, да, вот человеки, асы, человек, людь, жить – это же все положительное. Значит, просто человек проходит определенные этапы развития. Сначала жить, потом становится людь, потом становится человек, потом становится ас. Понимаешь? А вот созданные, скорее всего, это уже сразу нежить. Они не человеки, они не люди, они нежити сразу. Вот давай вот так, начнем с этого. А вот мы же тоже видим, что все люди, они разные же. Мы же не можем сказать, что все одинаково развиты. Нет. Кто-то проходит свои какие-то уроки жизни, кто-то очень хорошо развит, вообще, как не знаю кто. Кто-то так себе, более-менее, но уж что-то понимает. Третий вообще и так думает, не, мне хватит там дом построить, сына вырастить, и дерево, и все. Третий скажет, ну зачем мне это все надо, я хочу только секс и жрать. Понимаешь, это уже жить идет. А они вообще нежить идут, я так думаю. Нежить, это наше есть жить. Нас же поменяли все. То, что было темное, то и есть белое, а что белое, то оно, наоборот, темное. и все-таки мы находимся в матрице, а матрица – это наша буквица, образная буквица, и буква «люди» обозначает именно то, что мы есть. Именно люди. Асы, потому что изначальные, но вместе, ну, мы же люди, обозначение… Лишь, давай мы пока этот вопрос оставим открытым, потому что мы еще немножечко подумаем и поищем, подумаем, как что, может нам действительно всем придет, может и действительно прав во всем, мы же не знаем точно, но мы еще подумаем, хорошо? Конечно. А можно я пока про другую тему приветствую, Леший? Приветствую. Вот по поводу жертвенников, жертвоприношений, по поводу Ноя. После того, как Ной причалил с ковчегом, со всеми там детьми, женами, с зверьми, причалил уже по сухому берегу, то есть, и вот, и устроил Ной жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого и из всех тит чистых и принес во все шажения на жертвенники и обонял Господь, то бишь, понюхал Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого, злое, юность его, в общем, не буду больше проклинать, не будет больше потопов, короче говоря, представьте, на ковчеге было каждой твари по паре, не так уж много животных туда могло поместиться на этот ковчег, и как один, ладно, не буду говорить, кто же дерьмо убирал, то все, потому что сколько всего было, и вот, даже из этой каждой твари по паре взял Ной из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во все сожжение на жертвеннике, то есть ополовинил этих всех просто тупо сжег, вот так вот. Вот дебил, да? Да, так это еще я отслушала, значит, написано от чистого скота, да, а чистого скота это благородный скот, это значит, это не курица, там какая-то тупая, говорят, тупая курица или гусыня, нет, это самого лучшего и тот скот, ну который, ну коровы, например, это считается лучший скот, кони, я не хочу о чем говорить, потому что тут начнется снова баталья сыроеды и мясоеды, не хочу ничего говорить, короче, он взял не какой-нибудь там, ну и мышь тоже обладает интеллектом, лучшего скота и интерпретация, которая, не интерпретация, как написано в итальянском, что жёг-то он живьём, не просто так, не убил, а он сложил на жертвенник, он, значит, причален к горе Арарат, так и написано, увидел сухое место, первым делом он начал строить, не жертвенник, а где вот попе выступает как алтырь, не алтырь, как называется, ну ладно, понятно, ну пусть будет жертвенник, и собрал самого чистого скота, это высшего скота, вот, это никаких там дрожжообразных грибов, нет, сложил и поджёг, там было ещё, как сказано, чистого, молодого и весёлого, ну в смысле, весёлого, это значит живого, что ещё в силе, живой, вот, поджёг, и когда первый дымок коснулся ноздри Бога, ему понравился вот это сладкое дыхание, там написано суаве, это нежное сладкое дыхание вот этой гари, и возлюбил он тогда род, вот, видите, ну, кстати, в итальянской интерпретации написано род людской, там, в омо, это омо, это примитив такой, примитив вообще, людина, примитив, и тогда, да, он нанюхался, он долго нюхал, понравилось ему, и он, ну да, и потом произнёс эту речь, что больше я никогда не буду, типа, затоплять вас, так уж и быть, так уж мне понравился этот жирный, хороший скот откормленный, он только понюхал, он его не жрал, а он его только понюхал, ну и ладно, ну, сгорел и сгорел, всем хорошо, вот, тоже интересно, я уже потом не говорю о том, как занимались игрой в паровозе к папе Ной со своим сыном Хамом, сегодня я уже рассказывала, когда очень понравилось, и сын Хам потом рассказал своим братьям, а мы-то с папашкой пьяным, вот чем занимались, а сыновья старшие сказали, как, Ясеф, и другой забыла, сказали, ох, какой некрасивый, нехороший ты, твой поступок, взяли накидку и, закрывая лицо от стыда, накинули на пьяного папашу, который лежал в неутробной, неутробной, а не красивой позе, не помню, как называется по-русски, ну, в ужасной косе, в непотребном виде, наверное. Правильно, Лена, в непотребной позе, в непотребном виде, вот, накинули на него эту накидку, и когда папашка потом уже пришел в себя, протрезвел, и братья ему рассказали, если бы не рассказывали, Ной бы ничего не помнил, вот, и Ной говорит, ах, ты такой шельмец, тогда в седьмом поколении, вот я не помню, колени, ой, поколении, в седьмом или в третьем, все твои, значит, внуки и дальше, а, до седьмого колена, с третьего до седьмого, будут прокляты мной и будут находиться в рабстве у твоих старших братьев. Не ты, не твои дети, а уже внуки будут находиться в рабстве у детей твоих старших братьев. Тоже очень интересно. Очень. Можно, Света, я зачитаю, это Бытие, глава 9, стих 22. И увидев Хам, отец Наана, наготу отца своего, и увидел Хам, отец Хана, на наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим, Сим же и Афет, взяли одежду и положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего, но и проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал, проклят Ханан, раб рабов будет он у братьев своих. Ха, вот так вот. А у меня по-другому написано. Вот почему я говорю, потому что у меня по-другому написано. Ну да, тоже, тоже, вот здесь интерпретация, что он сделал над ним. Ну у меня написано, что там по-другому как-то, что они узнали, братья, ну Хам им рассказал, что они узнали, что они делали. Ну тут надо точно выписать, и перевод должен быть правильным, я потом переведу. А вот. Ну там не даёт повода интерпретации, но даже в этом, в русском пассаже, тоже как-то странно, что он сделал над ним. А что он сделал? Если на то пошло, ну что, папаша пьяный, брат побежал и сказал, смотрите, папаша пьяный, может у него ничего под руками не было. А что же он сделал над ним, если так вот, ничего, а что же он так проклял? Тут тоже находит на мысль. Не будем, конечно, придираться к словам, но... Взял швабру и изнасиловал своего папашку. Как милиция поступает? Ну там дело в том, что он не изнасиловал папашку, а они вдвоём тоже занимались богоборством. Вот в чём дело. И вдвоём им понравилось. Единственное, что получилось так, что братья узнали, старшие. Вот и всё. Если бы два этих брата не узнала, всё бы было так и по-прежнему. Вот в чём проблема случилась. Так же, как о Лоте, тоже мы сегодня говорили про Содом и Габору. То же самое, когда, значит, Боженька хорошенький спалил всех. Даже давайте возьмём так. Во-первых, там не написано, что они там какие-то грешники были. Когда к Лоту пришли жители Габоры, про Содом там вообще ничего не говорят. Ни слова. Потом уже сказано, что, значит, Боженька сжёг Габору и ещё и Содому. Вот только единственное упоминание о Содоме. И говорят там Содомиты, там ещё что-то. Это было единственное упоминание. Хорошо. Значит, когда вот эти, как, ангелы пришли к Лоту, и вот он жил на окраине Габоры, он пригласил их в дом, сказал, я вам сейчас приготовлю кушать, там, жена моя, дай готов хлеба, готовьте воду, мы вам, вот я вам наготовил горячей воды, чтобы вам помыть ноги. Я вам всё сделаю, типа тоже там что-то ноги буду мыть. Вот я что-то не помню, надо прочитать, не сильно я внимание обратила. Может, и поэтому есть такой традиция, а нет, это уже Иисус. Ладно, оставлю, оставлю, не буду выдумывать, не помню. Хорошо, значит, всё им сделал, они, накормил их, и тут видят, что население Габоры приближается к дому Лота. Ангелы испугались, вот, и Лот вышел из дома и говорит, а что вам здесь надо? А жители Габоры говорят, мы видели у тебя, ну, иностранца, ну, с иной страны, не то, что иностранца-то. Мы хотим познать их, а познать их, это обозначает знать их не знания, познанием их. Вот что они хотели, они, они там какие-то изнасилования, как можно придумать, вот здесь они, они, также и в итальянском пишется, коношере, коношере, это знание, вот так вот интерпретируется, ну, перевод, вот точно так, по знаниям их, они, они, я не знаю, что они там хотели. И вот сказал, нет, возьмите мои двух дочерей, они в девственнице, что хотите и делайте с ними. Правильно? Народ Габоры говорит, а зачем они нам нужны? Мы пришли к твоим иностранцам, чтобы познать их, нам не не нужны твои дочери. А он говорит, нет, насилуйте моих дочерей, прямым текстом он говорит. А те, думают, ну, что, с луны, что ли, свалился, или откуда он свалился? Я не хочу говорить гадостные слова, этот Лот. Те хотят знания, а тот им подсовывает своих девственниц. Ладно, хорошо. Значит, что сделали вот эти ангелы? Они ослепили вот этих гамеориан и сказали Лоту, значит, так, мы их всех сожжем. Тут Лот взмолвился. Не надо, если хоть там 50 человек будет праведников, не надо сжигать всех остальных. И они там что-то торговались, торговались, ну, и дошли до того, что там каких-то 5 человек праведников. Ладно, тоже точно не помню. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник 50% в кавычках погибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый Бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Санник» также достигли этих переговоров. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Бёрн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. И они там торговались торговались, ну и дошли до того, что там каких-то пять человек праведников. Ладно, тоже точно не помню. Не буду, я не подготовлена. Не буду. Хорошо. Не лот, а в рам торговался. Лот. Лот. Это внук Авраама. Нет, это лот торговался. Потом что получилось? Значит, они всё-таки решили сжечь вот эту гамору, ну и потом заодно и так уже, ну чёрт с ним, и там где-то есть Содома, а какая разница? Гори оно всё синим огнём на мелком пламени, на медленном пламени. Хорошо. И здесь в этот момент поворачивается жена Лота и превращается написано в статую из соли. Если по наеврике соль и дым это одно и то же самое. Так что у нас интерпретируется в итальянском и также в русском я слышала, что из соль превратилась. А если подумать, она вообще испарилась. Когда она повернулась, она испарилась, значит, она не так сильно бежала, а может замешкалась, не знаю. Хорошо. А дальше вот действительно там начинается, я даже не знаю, как определить. Они, значит, этот Лот с двумя дочерьми забегают в пещеру и живут там. И дочери, понимая, что они единственные, что их трое только осталось на целом белом свете, так они решили, очень умные, очень-очень, все втроём. Такие умные, они всё знают. Наверное, GPS у них был, там, я не знаю, какой-то GPS, там какой-то квадрикоптер, и смотрели, и поняли, что никого больше нет. И, значит, одна сестра говорит другой сестре, давай мы споим нашего папеньку и поимеем детей, вначале я эту ночь, а на следую ночь ты. И таким образом будет популяция на этой земле, потому что на нас лежит ответственность. А у меня такое впечатление, что папашка изнасиловал одну дочку и вторую дочку, потому что они были маленькие, пусть они будут, кем они бы там не были, еврейки, нееврейки, чёрт с ним. Потом, хорошо, папашка, как можно изнасиловать дядьку, если он пьяный? Объясните мне. И вот такие девчонки весёлые. А я не знаю, я читала, когда первый раз, у меня почему-то интерпретация и видение было совершенно другое, что это папашка их изнасиловал, никогда не видела мужика пьяного, способного. Может, слава Богу, что не видела, да не думая, что такое найдётся, потому что он был вдрызг пьяный, как написано, что он не понимал, что случалось, вообще не понял. И девчонки, пока типа папашка пьяный вдрызг, они сделали своё дело. И так пошла популяция земли благодаря вот этим девушкам. Это значит, сколько они папашку тогда мучили или папашка их. Тоже очень интересно, очень. Там только инцест. Я уже не говорю о Аврааме, так это, так это же, ну, прародитель. как он ещё называется, не первородитель, ну, прародители, ладно. Когда у него, значит, была наложница, ну, и жена Сара, наложница Агар, вот, и когда Сара поняла, что не может иметь детей, ей было на то время 80 лет, Абрааму было 90 лет, и сказала она ему, ну, ты хоть зайди к твоей наложнице, давай, сделай ребёнка, ты же должен иметь наследника. Авраам такой, ну, ладно, и пошёл, ну, да. Вот они, они, вообще, такое впечатление, что они вообще не думают собственной головой вот эти дядьки ихние, ну, совершенно, всё за них решает, или их мумные жёны, дочери, или какие-то ангелы, или что, и кто-то ещё, они ничего, они все, ну, да, ну, ладно. Значит, зашёл он к наложнице, и в положенный срок рождается ребёнок. Этот ребёнок, значит, в какой-то момент Сара возненавидела свою наложницу Агар, потому что Агар вдруг почувствовала свою, ну, как, нужность для Аврааму, так как она дала наследника. И здесь Сара разозлилась и сказала, выгони твою наложницу в степи с этим сыном, я не хочу их видеть. Что же делает Авраам? Ну, да, собрал наложницу с сыном и оставил в степи помирать. В этот момент, когда узнал Боженька, что Сара так сделала, он спустился к ней и сказал, фу, какая ты нехорошая, кто ж так делает, ну-ка, скажи Аврааму, чтобы он вернул их обратно. Сара приходит Авраам и говорит, ну, ладно, дай, иди, забирай их, заколебал этот Боженька, так он мне сказал. Авраам отвечает, ну, да, пошел и забрал эту наложницу с этим ребенком. и, значит, Сара говорит, Боженьке, а что это, а я тоже хочу детей. И в 90 лет, в 90, мы не помним, ладно, значит, спустился Боженька и Сара зачала. И родился у Авраама его первый сын. И тогда уже между сыновьями, ну, между этими двумя мальчиками пошла ненависть. Значит, тот, который от Агар, это считается колено мусульманское. А тот, который от Боженьки, потому что там Авраам не участвовал, потому что Боженька спустился на Сару, вот, так же, как будто бы спустился на Марию, это в нашей Библии написано, а не в Торе. Вот, и зачали они вот этого же ребёночка Исаака, который потом Боженька решил убить, спалить и так же сделать жертвенный огонь для Яхве, как Ноэ сделал с животными, а тут уже с человеченкой. И когда вот в последний момент, когда уже Авраам хотел чиркнуть ножичком по горлышку у ребёночка, когда он привязал ребёночка, а ребёночек говорит, папа, зачем ты мне это делаешь, папа? А папа смотрел и говорит, ну это же Боженька мне сказал, я должен так сделать, я должен доказать Боженьке мою любовь к Боженьку. И сын понял и сказал, да, папа, пусть твоя рука не дрогнет, рубай меня, потому что Боженька хочет насладиться моим запахом. Так вот, в последний момент, как только Авраам занёс руку над горлышком у этого ребёночка, ангел спустился, даже не Яхве, а Яхве по барабану, ну и чё? Ну да. А вот это никто не видит. И хоть с этим жертвоприношением ребёнка, все знают, это же не скрывается. Вот почему над нами издеваются, смеются, а мы, ну да, это же Библия, это же как мы должны себя вести. А мамашка, вот это Сара, где она была? Ну ладно, ну убили, ну какая разница. Ещё мне Боженька нашлёпает. Распечатал, распечатал Лона. Классно, мне это нравится. Распечатал Лона. Я уже не говорю, как Авраам её продавал в проститутке богам, ой богам, фараонам египетским за деньги и за овец. И говорил, не вздумай сказать, что ты моя сестра, а то они меня побьют. И потом, когда уже фараон спросил у этого Авраама, а почему ты не сказал, что она сестра, ну жена, и ты говорил, что сестра она твоя, а она, оказывается, жена твоя. А он говорит, а я не соврал. Да, она моя жена, вот как выкручивается. Но она же мне слодная сестра, я же не соврал, она так и есть моя сестра. А это почему-то никто тоже не замечает. А всё написано прямым текстом, тут выдумывать не надо. Если такие вот скорбозные, скорбезные моменты как-то затираются, ну всё равно положил на бедро, ну так обязательно надо знать, что на бедро положил руку. Зачем это такие вот нюансы? Можно опустить их? Нет, это для тех, кто знает, что такое бедро. Так вот, и это читает, и не видит, не видно. И это наша Библия, это наш Бог, а вы против Бога, как сегодня даже читала. Вот, наконец, доказать им, хоть устами ребёнка глаголит истина божественная, что такое Бог, а вы тупые, не знаете, что такое Бог, Бог вас накажет. Ну да. Светлана, я смотрю на буквы, и всё-таки люди, это правильное слово, это в нашем матрице буквы есть люди, L, чё, потому что на другое несёт смысл, красный, красивый. L, а U? L люди, U это соприкосновение, взаимосвязь, касательность, добром, потому что следующее D, добро. Нет, давай про U разберём, D это добро, давай разберём U. Юнь. Ага, и что такое Юнь? соприкосновение или взаимосвязь покасательный? Не знаю, где ты читаешь, так, подожди минуточку, где же это, я специально выписывала тоже, но это, конечно, было лет, я не знаю, 5-6 назад, может больше, ну, куда я положила книгу, тут вы записную, вот она. просто мне не дает забыть, говорит, то, что напомню, потому что надо отличать правду от кривды, а человек это и есть то, что создан по облику божества, а люди это боги, живущие на земле. Я, так, это букву А, как А, обозначение то, что вот я сейчас, вот почему нас принижают, а люди это обозначение нежного человеки. Ну, насчет люди также и ну, все авторы это говорят, что это идет ниже и потом идет человек. Ивашка тоже говорит об этом. Что люди выше? Что? Что люди это выше? Нет, что это ниже. Ивашка, потому что я вот сейчас хочу найти, где я записывала лекции, когда говорила Ивашка, я специально записывала, специально, потому что он все-таки учился. Первые лекции Ивашка он говорит об этом, когда он объясняет эту иерархию, давай назовем так. Это первые его лекции. Я прослушала, наверное, лекции 5-6 его, потом полила вся информация и я это, конечно, оставила, к сожалению. Вот, и здесь это не я говорю, на иврите говорится ехуди. Ехуди, вот так на иврите пишется, худ. Читаем в обратную сторону, дух. Вот, ехуди, дух, худ. Это все относится к одному слову. Дальше что идет? От ехуди происходит еврей, от еврея происходит Европа. Это как бы сказать дирекция, господи, направление на русский язык. Направление на западный язык, юде или люди. в других языках читается дюде, жид, жуде, жуд, потому что последняя н не читается, жид. Давайте я... Жид, это бабушка говорит, жизнь дающий. Так, хорошо, жизнь дающий. Что я хочу, я хотела... Жид дающий, это мы уже интерпретируем, потому что когда-то мы начали говорить... Жизнь, жизнь. Леший, Леший, но это же было раньше, понимаешь, это может быть раньше жизнь дающий. Но сейчас совсем другой смысл. Вот совсем другой смысл, понимаешь? Поэтому сейчас получается, что это никакой не жизнь дающий, а это жид, они сами почему-то оскорбляются этим названием. Когда они сами себя зовут. Были такие черти, как Кирилл Мефодий, которые черти, которые чертят законы и вообще все. Правила нам все, что угодно это черти делают. Плутают нас постоянно во всем, поэтому нам все сложнее и сложнее разобраться, потому что они все время то закон обновят, то еще что-нибудь. Черти, черти. Но надо именно приходить. Что ты там пишешь? Расскажи, пожалуйста, говори сразу. Что ты чувствуешь? Я потому что чувствую, и мне это покой просто не дает. А, это обратно получается. Жалко. Я вот на доске хотела написать, потому что когда говоришь, пропускай. Нормально, нормально. Сначала еврей идет, затем идет на латинице. Все нормально. Вот ехуди, я хотела написать на русском. е-ху-д-ди. И читаю. Е-худи. И дух есть. И дух есть. Е-худи это дух. И есть дух. Так вот, ехуди, или жид, или еврей, или европа, или люди, это все ехуди. е-худи. нам не надо никакая духовность. Мы всегда душевные разговаривали, и разговаривали по душам. У нас потому что есть душа, а у них есть только дух. ну и вот дух это люди. Потому что все происходит от ехуди. Это по Ивашку. Я выписала специально по Ивашку, чтобы не забыть вот этому уже лет 5 назад и даже 6. И дело в том, что те лекции Ивашку они уже были не то, что старые, а уже было им несколько лет. Вот эти лекции он, наверное, делал лет 10 назад. Кстати, вы помните, что у Джизу ещё есть, когда его везде на Христе показывают в церквях и написано Ибри. А вот Ибри происходит от Ибрида. Ибри это еврей, потому что пишется Иври. И мы дочитаем даже на русском языке Иври. А это или гибрид, или еврей. Я ничего не придумываю. Вот это то, что я зачитываю, я выписала из источника, где они об этом сами говорят. А это я выписала из Торры, которая была на Иврите, но переводил итальянский исследователь, который знает еврит. Что я еще хотела? А вот например как еще назывался Яхве, потому что у Яхве тоже там миллион своих названий. Так вот, он говорит, что Иисус, Иса, как там? Я Яхве говорю. И Шуа. А Саваоф нет? Нет, Саваоф это сын кучу имен. Я говорю сейчас о Яхве. Иисус. Тот же Иисус. Будем говорить тот же Иисус, он же Яхве. Да нет. Да? Да нет, откуда? Ну, по-израильски Яхве как? Ишуа. Дешуа. Нет, это с итальянским акцентом. У них вот мир говорил, что Ишуа как-то. Ишуа. Хорошо. Давай сейчас и даем. Значит, Израильский это тоже пока мы понимаем, мы изменили как Ишуа, как Иисус, чтобы с нашим пониманием дошло дошло вот так вот. И поэтому не ведая поклоняемся неизвестно кому. распали Радомира. Вообще-то, честно говоря, вот я бы хотела тоже Светочку спросить. Светочка, как ты думаешь, когда же всё-таки эту Библию написали, когда происходили все эти события? Мне что-то кажется, что, наверное, лет 250 назад, максимум 300, не больше. Как ты думаешь? Я вполне согласна с тобой. Я думаю, что да, где-то ближе к 300 годам. Я думаю, где-то так. Не дальше. Абсолютно нет. Ну, вроде как сказали, ну, могу даже просать, если что, ссылку, то, что могилу Радомира вроде как нашли в Иране и спячке он был тысячу лет. Нет, это Радомир, а его распяли, у него есть там следы, это его распинали или нет? Вот, не знаю, почему он там находится вообще в этом Малоране. Леш, ну, понимаешь, дело в том, что мы же точно не знаем, правда это или нет, это что же, может быть уткой? Понимаешь? Надо же точно знать, а мы же не знаем, может опять какой-нибудь пиар, как про космос. Вот поэтому скорее пиар тоже, что кого-то распинали. Ну да, вот это да, вот это все, Библия это вообще сказка, это понятное дело, это просто страшная сказка на ночь, мы сразу и сказали со Светочкой, что страшную сказку на ночь, порнографическую, будем вам читать, с элементами инцеста и тому подобного. Да, в ключе 21 для взрослых. Да, я сразу сказала, чтобы все отошли, здесь сейчас минимум плюс 21, очень страшная сказка про Библию. А еще запутань какая вот с именем, в одной только строчке, вот послушайте, а Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя Его. Абракадабра. А Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя Его. По фамилию. Ну это, да, по имени, по отчеству. Витя, точно получается писали шизофреники, да? Полный. Не знаю, но я вот, ну абракадабра, вот набор слов, как букв. То есть вот, а вот леший, леший по имени Лена, которого зовут Света, есть Витя. Вот так. Это, смотрите. Точно, леший по имени Лена, которую зовут Витя, есть Витя. Правда. Это значит, фамилия, например, леший, например, ну, леший имя, например, Хлынин, леший, например, Александрич по отцу и Анатольевич по отцу моего отца. Раньше, что так было. Ну, называли имя, фамилию там и отца такого-то. А вы знаете, что такое Старый Завет? Вот, это по-русски звучит он. Ветхий, да? Нет, ветхий, а старый не знаем. Ветхий, ветхий, извините, потому что я читаю Векио Тестаменту, а Векио это ветхий, старый, это одно и то же самое слово. Ветхий Завет. Вы знаете, что это такое? Вы даже не могли никогда это знать. Оказывается, Ветхий Завет, если правильно его переводить, это обозначает, ну, перевод, это восстановление божественного семени. Вот, что такое Ветхий Завет. мы думаем, что Завет это что-то нам завещали, это нам что-то сказали, какой-то ветхий, очень древний, какие-то Заветы. Нет, абсолютно нет, потому что мы говорим на русском языке, а Тестаменту это, ну, тоже с одной стороны Завет, а с другой стороны это, ну, да, это восстановление божественного семени, Тестамент это восстановление чего-то, ну, род, какого-то рода, Тестамента. Восстановление дьявольского рода, да? Да, 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 божественного семени, если вот точно сказать, это восстановление божественного семени. Ну, а Бог-то дьявол, значит, дьявольского семени. Да, 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 да. Поэтому и когда вот говорится, что там где-то есть наши боги, У меня постоянно происходит этот конъективный диссонанс. О каких богах? О чём мы говорим-то? И, кстати, Сиф, это был третьим сыном Евы. Потому что был Каин и Абель, как по-русски. Каин, Каин, Абеле, это по-итальянски. Как Адель, как по-русски, Господи, забыла. И когда Каин убил своего брата, и Бог сказал, ну ладно, остался типа один человек на этой земле. Абель, Абель. Абель, Абель, вот Абель, по-итальянски. И остался один только человек. Ева, не плачь, красавица моя. Сейчас я с ним зайду и забабахаем ещё третьего ребёночка. И родился Сиф. И вот в Дюгашвиле он происходит из колена Сифова. Поэтому он считается краснозвёздочным евреем. Потому что есть шестизвёздочные, а есть пятизвёздочные. Пятизвёздочные — это те, которые родились от Евы и Яхве. А те, которые родились от Сары и Яхве, они шестизвёздочные. А от Авраама и его наложницы Агара — это мусульмане. Так, кстати, плохой или хороший? Какие звёздочки-то у него? У Сталина, ну вот, Дюгашвили, у него пятиконечная звезда. И они также левиты, их ещё называют. И это те, у них нет обрезания крайней плоти. Только единственные, которые не обрезаются, потому что они выше. Они напрямую от Евы и Яхве. А те уже от какой-то тётки произошли, Сары, кому она нужна, типа. И тех других уже обрезают. А левиты, они не обрезаны. И вот самые высшие уровни на нашей земле, в банках или в правительстве, занимают только левиты, не обрезаны. Так что вот всего лишь разделение между краснозвёздочными коммунистами типа и шестизвёздочными якобы евреями. Так же, как семиты — это и евреи, и мусульмане, и армяне. Вот эта группа называется семиты. И когда говорят антисемитизм, против кого антисемитизм? Здесь специально делают масляные, чтобы слово заговорить, увести от правильного направления. Потому что семитизм — это много народностей. Все они чёрненькие, по чуть-чуть чёрненькие. Это те, которые авраамские, там все вот эти. Только левиты. Ну сема — это же обезьяна, говорят, да, Свет? Что? Сема — это обезьяна же, да? Ой, ещё лучше я вам скажу. Ещё Яхвай себя называл, сейчас скажу, Шим-Дзе. Говорит, у меня ещё есть другое имя — Шим-Дзе. А если разобрать Шим и Дзе, а поставить в середину такое слово, как пан, пантеон, богов пан, и это на украинском, как оно называется, на… боже мой, возле Украины, как называется, Польша, на польском языке. Пон — это Господь, ещё можно сказать. Ну это так же, как… ну да, другими словами Господь. Так вот, получается, пан, ой, Шим-Пан-Дзе. Потому что он… Шим-Пан-Дзе, чудно! Шим-Пан-Дзе. Понятно, кто у них Бог. Шим-Пан-Дзе. И поэтому есть много народностей, которые обожествляют Шим-Пан-Дзе. Для них это Бог. А это всё ипостаси Яхвай. Слушай, тогда выходит Тюняев тоже прав, что, наверное, вот этих создали-то, вторых, так сказать, вот эти серые, может быть, которые у нас под землёй где-то живут. То что же такой вариант может быть? Может, вполне-вполне. Я думаю, что много вариантов, и все они потихоньку-потихоньку, они всё равно будут вместе. Они всё равно сольются в одно, и будет у нас ясная картина. Также, кстати, вот санскрит. Санскрит, ну вот это же говорится, что там какой-то индейский язык. Но санскрит, знаем мы, что это такое. Так вот, сатана на санскрите, это знаете что? Это инерция. Это не какая-то там сатана, там что-то там дядька с рожками и с писюном. Нет-нет, сатана — это инерция, если писать на санскрите. Так что, если вот знать точно, что обозначают слова, во-первых, в первый момент начинается как бы каламбур в голове. Но надо больше и больше их знать и смотреть, повторять, запоминать и снова думать. И потом оно складывается всё в общую картину. Ты видишь всё-всё по-другому, абсолютно по-другому. Вот, и, кстати, пока я разговаривала и смотрела на мои записи, где написано, а вот, 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 вот. Так вот, Ю, кстати, как объясняет Ивашко, это отрицание. Самый образ, который даёт вот эта буква Ю, она чуть-чуть по-другому пишется, вот. А может, представить, что? Это что? Прикосновение, может, Ю. Нет, это единственное обозначение. Я хотела точно знать, не хотела вначале так, ну, стрелять, лишь бы стрелять. А сейчас вот смотрю, Ю — это отрицание. А, кстати, кстати, вот Исак, звали же сына Авраамова. А пишется он, знаете как? Ишаку. Ишак. Понимаете? Исак. В русской интерпретации говорят Исак. Это Ишак. Света, а может быть, это рождались, вот смотри, не зря же говорят, что они Ишаков там трахают, то да сё, да, у них есть такое. Может, от Ишаков, от этих, Ишикс, наверное, кто-то рождается? От Ишаков никто не рождается. Никто не рождается? Нет, это смесь между конём и ослицей. А если мужчина, то Ишачицу, эту ослицу, секс не будет? Может быть, она кого-то родит, получеловека? Может такой быть? Полу Ишака? Ну, а почему бы нет? И тем более, что они такие придумали Адама и Эву, почему не может от Ишака рождаться вполне? И действительно, если смотришь на их имена и правильно читаешь, всё встаёт на свои места. Абсолютно. Так же, как иудеи, сами иудеи, происходят от слова, знаете какого? От Моисея. Моисей. Моисей. Видите? Смотрите, Моисей. Моисей по-украински. Моисей. Моисей. Как Мезис. Муса еще. Муса. Муса, правильно. И кто это такие? Мыши, что ли? Кто это такие? Это один. Моисей. Это его название. А как его перевести? Как понять? Кого он обозначает, Света? Обозначает, значит, он был Сочердотен. Боже, Сочердотен. У меня по-итальянски написано, потому что я... Он, знаете, был такой фараон в Египте, Атон. Так вот, вот он его был, Атон был правителем, а он был его как бы руководителем божественной части, который, там, будем, скажем, папа египетский. Вот этот Мозе был папа египетским. Так вот, у него была, а, тут написано, карика, значит, у него было положение, например, папа египетский, да, мы знаем, кто такой папа, и знаем, там его зовут Франциск. Так вот, Франциск, это, ну, пусть будет Мозе. А папа, он назывался, он, Яхуд. Читаем, Дух Я. И потом идем дальше. Яхуд, Яхудим, Яхудим, это все названия на разных языках. Доходит до Юдей. Юдей, Юдей, Людей. Вот и все. Значит, Люди, это производственного от Мозе, а Юдей, Яхуд, это, Яхуд идет, потом приходит до Юдей, Юдей, это политическое, ну, положение, политическое положение в государстве египетском. Оно называлось Иудей, или людей. Вот так вот. Это не я придумала, я вам рассказываю то, что я учила. Это кто-то этим занимается, это не то, что кто-то занимается и придумывает. Это пишет тот, у кого есть документы. Так же, как я писала и думала и искала документы, что рака нет, кандида и H2O2, это же, я же не так не сидела, с пальца не высосала ничего. Так что, вот это то же самое. Очень-очень интересно. Да, Света, мне вот тоже кажется, смотри, вот я, например, слышала, что армяне там трахают всяких пешаков, баранов, я думаю, ну, а почему это мужское, извините, там мужское семя, оно запросто может, если в определенное время, наверное, трахнуть какую-нибудь ослицу, она в определенное время, в нужное для нее, она может и родит кого, кто его знает. Знаешь, это не только армяне, это также здесь, в Италии, это в Испании, есть, они называются, ну, те, которые смотрят за живностью, пастухи, и они этим занимаются, и действительно, до определенного возраста, до того возраста, что надо жениться парню, это практикуется и разрешается в семьях, это юг Италии, юг Испании, это до сих пор, это практикуется, и на это ничего такого страшного, ну, не обращается внимание. А потом находят ребенка в капусте, да? А потом детей в капусте. А вот откуда они вдруг в капусте, да? Вот так. Ну, какая-нибудь ослица, смотрит капуста, что бы быть в огород, что бы там не покушать, заодно не родить. И не родить, пожалуйста. Да, ведь Якова, две жены Якова, они же рожали на колени, на колени, ну, в смысле, не вставали на колени, а на колени рожали. Каким это образом происходит на колени, не происходит под коленями, вот если на колени шло. как это вот так рожали, действительно, вот как так рожать, а на колени? А дело в том, что есть тоже как бы объяснение, это итальянского исследователя, что вот эти две сестры, они были гермофродиты. Вот и всё. И когда они обменивались наркотиками и кто с кем должен был спать, вот в этот момент они могли зачать. Вот так вот и тут красота. Мастер пишет, я тут понимаю на любом теме, ну, что тут слух режет? Мастер, мы просто разбираем Библию. Ещё раз говорю, это просто Библия. Мы читаем Библию и просто её разбираем, потому что все читают безголовые, а нужно читать и думать о том, что читают. Вот Света, молодец, она читает и голову включает всегда. А почему же там всё-таки написано? Очень молодец, просто умница. Дело в том, что даже придумывать не надо. Берётся, открывается Библия и читается. Всё. Даже думать не надо, там всё написано. Только не читать потом интерпретации вот этих работников церкви, которые начинают из пальца высасывать. Как бы это интерпретировать? Ну, правильно, как ты интерпретируешь, что Боженька там сжёг Гамору и заодно и Содому. А что такое в Содоме-то было? Вот мне интересно. Люди, там много людей проживало. А зачем в Содому-то сжечь? Там никто не приходил к этим ангелам. Только гаморовцы приходили. Причём тут Содома? И начинают Содому говорить, вот садомиты. Такого нету в природе. Вот когда читаешь, думаешь, блин, а при чём тут Содома? Это только надо читать. Конечно, когда читаешь, когда рожают на колени, ну ладно, тут не дописано, а специально превращено, что там они с Богом, кто-то там любит друг друга или отец с сыном. Ладно. Но то, что Сара заставила своего мужа сделать ребёнка с наложницей или то, что Авраам продавал свою жену, я уже не говорю о детях дальше. Так там вообще, там мать, значит, у матери забыла имена, как всегда, ладно. У Якова, значит, там у него дочь там что-то была, И, ой, что-то я запамятила. Хорошо, давайте так, расскажу вам историю. Муж сделался очень старым, потому что у него была молодая жена. И всё-таки они имели двух сыновей. Один сын был здоровый, такой весь волосатый, некрасивый, но он работал много. Он следил за подбищем, пас этих коз, и отец был счастлив, что, значит, его первый сын можно кому передать наследство. Другой же сыночек был балованный такой, всё с мамашкой ходили вместе, мамашка его лелеяла, и отец его не любил. Но подошло время, чтобы умирать отцу, и отец позвал и говорит, значит, отдам всё своему первому сыну. И что вы думаете? Значит, получилось, я не буду долго рассказывать, потому что там действительно такие пассажи, господи. Значит, что сделали? Так как отец был слеп, ему мамашка подсунула свою часть волосатую, и этот же муж потрогал часть волосатую, сказал, да, это ты, сынок мой, потому что ты же вообще волосатый, как обезьяна. И тогда я тебе всё отдам, всё на тебя типа запишу. А мамашка подсунула, жена его подсунула ему под руку какую-то часть волосатую. Тоже читать надо. Да, Светочка, я тоже, знаешь, когда вот начала читать Библию, особенно я стала читать вот после смерти мужа, думаю, почитаю-ка я Библию. Я до этого читала, думаю, что-то странное, но как-то всё времени не было, то одно, то другое, а этот текст покон стал читать, и я чуть в упорок не упала. Это же сплошная порнография, это же сплошной инцест, и какая-то педофилия. Обалдеть вообще, это не Библия, а какая-то развратная книга. Лен, ты понимаешь, даже я не могу подобрать правильное слово, потому что это даже не развратно, это не убийство. Дело в том, что до Библии я никогда в жизни не слышала вот таких извращений. Никогда. Да, я тоже, я тоже никогда не слышала, что там можно было вот так просто убить или чего-то сделать, или, допустим, наплодел он там четверых-пятых детей с хаананкой, а мы знаем хаананки, это славянки, и просто взять, да, и сказать, нет, ты должен бросить ее с ее детьми, они тебе не нужны, ты должен идти к еврейке, жениться на еврейке и воспитывать ее детей. А она там хрен знает, от кого их нарожала, с кем там, от кого, он должен воспитывать ее детей. И у них есть такая пословица, чей бы бычок не скакал, а теленочек наш. Вот тебе, пожалуйста. Вот такое я еще не слышала. А, классно, классно. Да, правильно. Я прошу прощения. Ты еврейская пословица. Ты мне еврей сказал такую пословицу. Может, все-таки получится перейти на другую тему, потому что уж сильно провокационная получается национно-горядущая тема. Вот Шекель Грубер писала давно-давно уже в чате о своих наблюдениях, смотрела она новости. Повторяю, Шекель Грубер, если я ошибусь, в чем-то смотрела новости. И вот в одном сюжете промелькнуло или в одном выпуске новостей Путин встретился с Киссинджером или с кем-то. И Путин во Вьетнаме встретился с кем-то. В одно и то же время. Но это разные Путины. Витя, я тебе хочу сказать, что мы, конечно, перейдем на другую тему, но будем со Светой поднимать желательно каждый вечер эту тему, потому что люди должны знать, что такое Библия. Потому что ходят всякие и Еговы, и всякие еще, знаешь, сколько тут голову морочат всем своей этой Библией, которую никто не читал. А мы со Светой должны разъяснять. Мы читали, и пусть люди знают, что это такое. Сами никто не читает. Света молодец, она отрывочки какие-то читает. Ты тоже молодец, понимаешь? Вы как-то сравниваете. Вот ты прочитал отрывочек из Библии? Сразу ясно, да, действительно, там открытым текстом написано, что да как было, что папу там употребили. Понимаешь? Но дело в том, что сегодня за сутки я смотрю на эволюцию Света. С утра были бантики, а сегодня уже писем открытым текстом вечером. Да, один раз я сказала. Вечер же, вечер же, потому что, а что делать вечер? И потому что нужно говорить, конечно, все равно... Отчего Библия довела. День тяжелый был для нас. Мальчик какой-то пришел, тринадцатилетний, как начал тут Свету терзать этой Библией вообще. Ладно. Вот в чем дело. Если бы ребенку нельзя вот это читать, понимаете? А кто-то подсовывает ему. Вот в чем дело. Подсовывает, конечно, вот эти... На каждой странице написана гадость. Но я сейчас все-таки хочу пересмотреть на итальянском языке то, что он прочитал. Вот эти восемь страниц. Но не может там такого быть. Я специально прочитаю. Я думаю, что ему подсунули и сказали. Он, конечно, он это проглотил, потому что это интересно, это открывает мировоззрение. Все суета-сует. И он правильно думает, зачем ходить в школу, зачем там все... Он очень умный. Он думает, все равно это кончится, суета-сует. А суета-суета-суета это совершенно о другом было сказано. Вот в чем дело. И также, когда я говорю, моя одна знакомая, которой сейчас 87 лет, и год назад она мне говорит, Светлана, ты знаешь что? Ты меня заставила читать Библию. Ты представляешь, Авраам сделал ребёнка и выкинул их в пустыню. Я говорю, дорогая моя, это ей 87 лет. Говорю, а ты дальше читала? Она говорит, нет. А я говорю, а ты дальше прочитай, на той же самой странице написано, там же несколько предложений. Дочитай. Ну, потому что она начала плеваться. Какая гадость! Я в церковь ходила, как это можно? Никто мне не объяснял. Ну, у неё 87 лет, и у неё три класса только образование, действительно три класса. Вот, она вторую войну прожила. Вот, и рассказывала мне о фашистах, как было здесь, на этой территории, вот в Виталии, где я сейчас проживаю. Очень тоже интересно. И я говорю, ну, прочитай. Она говорит, я боюсь. Я говорю, а что ты боишься? Ты уже поняла, что что-то не так? Потом она мне звонит, ну, и началось на 5 часов разговора. Я говорю, хорошо, ты поняла? Она говорит, такого быть не может. Я не верю. Я говорю, ну, это же Библия. Это же твоя Библия, та, которой, я не знаю, 30-20 лет этой Библии. Что ты не веришь? Ну, потому что она ты. Вот. Она говорит, такого быть не может. Не может быть. Вот всё. Я говорю, ну, сама принимаю. А я, короче, ходила в церк... Светочка, извини, да? Давай, как говоришь дальше. Да не, не, я хотела сказать, вот только закончить, что как вот в церкви, как врут, только прочитают одну часть. Не всё же читают. Поэтому этот мальчик, он же не знает, ему дали, вырвали пару, даже из предложения, пособирали несколько существительных в одно предложение, и получилась какая-то фраза. Суета-сует. Сказал Соломон. Всё. Это всё вырвано. Это не текст. То же самое, как она говорит. Такого быть не может, потому что у Авраама был только один сын. И я помню, да, нам говорят, что там хотели его в жертву, ну, хотел в жертву принести, так Боженька сказал. И говорит, да, какой бессовестный, ну, как это у Авраама. Это единственное, что она сказала. А этого она вообще не знала, что, оказывается, у Авраама ещё был один сын. И что он их выкидывал, два раза, кстати, выкидывал на верную смерть. Всё, Елена, я закончила, с другим словом. Мы с тобой одинаково думаем. Я тоже хотела сказать. Я ходила в церковь, да, и вот эту Библию, вот Библия идёт, и все там молятся, прям что-то, вот идёт Библия, там этот поп вытаскивает, выносит эту Библию, над головой держит, вот, и все, ах, и ходят, и целуют. А что там написано-то? Никто же не читал. Никто же не читал, да. Вот что самое-то интересное. Так ещё самое интересное, что никто не скрывает. Наоборот, ну вот же, у каждого в доме почти есть эта Библия, ну откройте, ну правильно посмотрят, там моя последняя Библия 2014 года, там 2600 страниц на папиросной бумаге написано. Это ж с ума сойти. Представляешь, за каких баранов нас держат евреи, да, скажут, ах, эти бараны и читать не будут, будут ходить в церковь, приносить нам деньги, целовать нашу Библию, наши пятки, наши задницы. Всё правильно. Понимаете, просто вот поражаешься. Правильно. И вот именно бараны, почему бы не взять, ну хоть 10 страниц прочитать, потом оно затянет чтиво. Не читать вот эти интерпретации, потому что сам Ветхий Завет, ну там, наверное, страниц 100 будет, не более. Кстати, надо посмотреть, сколько правильно страниц будет. А остальное, это интерпретации каких-то шизофренических служителей церкви. И всё. У меня вопрос такой, а Екклесиаст и Соломон, это одно и то же? Это один и тот же персонаж? Екклесиаст, это, вот, всё мне хочу сказать, карика. Это, сейчас я тебе скажу, это положение в церкви, это, это, я к чему, вот у меня, Библия, которая у меня, вот написана, суета-сует, сказал Екклесиаст, суета-сует, всё суета. И второе упоминание, сказал Екклесиаст, суета-сует, сказал Екклесиаст, всё суета, то есть трижды повторяется, сказал Екклесиаст. Екклесиаст, это служитель церкви. А, то есть это имеется в виду Соломон, да? Ну, видишь, тут тоже, тоже странно, вот говорят, Екклесиаст, но Соломон, он не служитель церкви, он был правителем, но так же, как правители, ну, как будто бы он был правителем Израиля. Ну, ладно, хрен с ним, пусть будет так, пусть будет так. Но правитель в то же время и занимал, и, карику, снова, вот эта карика, по итальянски. должность первосвященника еще, да? Да, да, он имел еще должность. Это обыкновенная должность, и поэтому, говорится, Экклесиаст, можно понимать, что и Соломон, но так как эту должность, например, тоже Моисей занимал у Атона. Тут тоже двояко. Как прочитали, вот если вырвали и сказали Экклесиаст, и это находится в том разделе, где там разговаривает, ну, идет разговор о Соломоне, и тогда такое впечатление, что все-таки можно ему присвоить. Я не знаю, но я могу только точно сказать, что это служитель церкви, Экклесиаст. И там действительно странно написано. Соломон так вообще развратник, ладно, уже не буду. Ну, вот тут перед тем, как суета-сует, написано, это книга Экклесиаста или проповедника, вот так вот переводится. Глава первая, и сразу с первого стиха начинается, слова Экклесиаста, а написана книга Экклесиаста, а слова Экклесиаста сына Давидова, царя в Иерусалиме. Ну, то бишь, это Соломон, да. Суета-сует, сказал Экклесиаст. То есть это как бы должность, да, Экклесиаста? Да, это только должность. Это церковная должность, всё. Проповедник, да, пусть будет проповедник, но это Экклесиасты, также Папа Римский, он тоже Экклесиаст. Да, вот последний Папа Римский, я глянул, ну, на вид точно Экклесиаст. Это шутка юмора, ладно. Понятно. Ну, так что, ни о чём не говорит. И я же тоже, ну, хорошо, не хочется возвращаться к этому неприятному моменту. Ну, не могла же я ребёнку что-то сказать. Это то малое, что я могла сказать, но он зациклен, потому что кто-то ему подсовывает детскую Библию. Детскую Библию я посмотрела, ну, итальянскую. Сидишь, и волосы шевелятся. Также есть, я не знаю, как в России, есть ещё мультик, знаете, этот Диснейлендовский мультик, там, где, ой, я не знаю, как называется, когда Моисей выводил этих рабов, якобы, иудеев из Египта, и показывается этот момент. Я ещё тогда, скажем так, я только не Библию, а Новый Завет читала, а Старый Завет я ещё не читала. Я уже жила в Италии. Это было каких-то, ну, лет 15 назад, наверное. И вот этот мультик меня заставил начать интересоваться и Старым Заветом. Когда я смотрела этот мультик для детей, когда показывается, что, значит, Бог пообещал Моисею, что он его будет защищать, когда за ним погонятся эти египетские наездники. И когда он раздвинул воды Красного моря, все начали проходить, вот эти евреи, и когда эти скакуны, всадники египетские, ну, побежали по дну этого, этих вод раздвинутых, по дну Красного моря, вдруг волны на них, над ними замкнулись, и иудеи успели убежать, а вот эти волны похоронили под себя вот этих всех садников. И показывается в мультяшке вот этот момент. Я смотрела, я должна была придерживать глаза, потому что я такому не верила. Это детям показывают, как можно одних освободить, а других убить. За что? Просто так, потому что они выполняли волю фараона, потому что кто-то убегал, ладно, Бог с ним, зачем, почему, но одних спасает, а других убивает. Так же, как в этом мультике было показано, когда Бог, Дух Бога ходил по Египту и, значит, обходил те дома, где был крест нарисован кровью ягнёнка. Значит, этих детей можно было не убивать, потому что там были дети иудейские. А заходил, вот показывается, такой страшный мультик, ужасный, как этот Дух Святой просасывается между щелью, ну, дверью, щели в двери и накрывает вот этого ребёнка египетского, и ребёнок умирает. И вот эти матеря начинают голосить, это хорошо. А вот потом Дух Святой хочет прососиться через дверь, где есть крест кровью надрисован, и потом, ой, такой Дух Святой, нет, 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 я сюда не зайду, здесь богочестивые живут. И потом они все едят вечером мацу, потому что Дух Святой их обошёл. А обходить по-еврейски называется Пасха. это обойти. На русский язык обойти. А на иврике это Пасха называется. Вот когда празднуется Пасха. Света, я чуть не поняла, что они каждый вечер что ли празднуют Пасху? Нет, нет, это один раз в год. Один раз в год они празднуют Пасху. Так же, как вот Пасха, которую мы все, вся наша план, это празднует Пасху. А перевести с иврита это обозначает обойти. Это тот момент они празднуют, когда Господи, Яхве убил египетских детей и оставил в живых детей иудейских, потому что на двери было кровью ягнёнка, молодого ягнёнка, которому год зарезали ягнёнка и этой кровью на двери намалевали Хрест. И Дух Святой обошёл вот эти дома. А на еврике обойти это Пасху. Вот и всё. Света, значит выходит, что русские справляют Пасху. Это они справляют убийство собственных детей. Да. Собственных детей они справляют убийство собственных детей, это называется Пасха. То есть евреи хитрые победили русских, потому что мы знали, что раньше жили только русы и в Египте и везде. значит убили нормальных хороших детей, младенцев и русские как дураки в церкви справляют Пасху за убийство собственных детей. Ужас. Каждый год я об этом ору. Каждый божий год и здесь я ору. Ну не слышат, я говорю, ну я же не придумала, ну возьмите, всё о чём я говорю, перепроверьте сами, зайдите в ту же самую Википедию любимую, там будет написано «обойти», от Джераре по-итальянски, я им башкой бью, бью, не, надо Пасху справлять. Ужас. Так, Пасху справляет, кто справляет Пасху? Думаете, вы яички там, вы смотрите, даже яйца и кулич, что обозначают яйца и пенис? Они форму такую имеют даже. И кто печёт куличи, вы печёте просто пенисы, а яйца красите, вы знаете, что это за яйца. И что справляете в итоге? Оказывается, справляете убийство собственных детей, ваших детей, наших, вернее, предков убили, детей, вот это исправлять на Пасхе. Вот так. Так что тот, кто справляет Пасху, значит, нам враг номер один. Потому что есть же славянский как, ну, игра, назовём, когда бьют яичко об яичком. Так, дело в том, что вот бить яйцами осталось только на Руси и в Польше очень сильно. А в остальных нету такого, как яйца. А тут ещё в Польше и на Руси остался вот этот обычай, там другое, там совершенно был праздник, славянский праздник. Так вот, всё замесили в одну кучу, потому что на Западе, в католичество особенно, где, ну, взяло место, правильно, делается кулич в форме бантика. Витя, видишь, как я называю, в форме бантика и сверху белой глазурью поливается, да, и яиц там нету, только вот это. Да, но белая глазурь на форме, извините, вот этого хлеба, который печётся в длинной банке, который действительно получается, как пенис мужской с головкой, да ещё сверху белая, это с первой. Ну, праздник, все понимают. А что, я говорю, то, что есть. Да, да, вот, так что и специально же делают, подводят, вот славянский праздник, специально сделали всё в одном и подводят на день Пасху, потому что каждый Божий год дни Пасху изменяются, как они делают на весеннее солнцестояние на 14-й день после весеннего солнцестояния. Так как каждый год солнцестояние, оно изменяется, и вот этот 14-й день, он тоже изменяется, потому что, якобы, этот момент произошёл, ну, вот, на 14-й день после солнцестояния. А перемешали с нашим праздником, вот, битьё яиц, там, этот, игла Кащеева, это по-другому было, битьё яиц. Взяли, сдвинули, потому что это был Новый год, а Новый год это было правильно на весеннее солнцестояние, когда весна, ну, когда земля просыпалась, весна начиналась, и, ну, славянский праздник предусматривал битьём, ну, дети так играли, битьём яиц. всего лишь, это было там совершенно, там другое, это Игла Кащеева, яйце, там было совершенно по-другому. А сделали всё вместе. Уважаемые слушатели, я, конечно, прошу прощения за то, что я такая откровенная, но я как учительница знаю, что люди обычно не понимают намёки, недомолвки, лучше же один раз прямо сказать, что это на самом деле, поэтому ещё раз я прошу прощения за то, что я вам выдала такую информацию, что это обозначает. филинг гуд, филинг гуд, очень хорошее, знаешь, чувство. Я тебе скажу, кто им вообще дал информацию? Если ты не знаешь, это не говорит о том, что такого нету, это говорит о том, что ты не знаешь. Эта информация, она, зайди в Википедию, она везде, ты не хочешь её видеть, не хочешь читать, это твои проблемы. Никто не скрывает её. Вот в чём дело. Да, вот этот филинг гуд, а ты посмотри, пожалуйста, на куличик, пожалуйста, и на яйца, тебе ничего это не напоминает? Немножечко включи своё образное мышление, может, что-то поймёшь. Ой, ладненько, это уже сколько? Боже, 11.30. Да, мне тоже надо спать уже, так что я тоже пойду спать. Вот, так что, Леший, Виктор, мы вас оставляем на такой. Да, мы вас оставляем, давайте завтра я буду тоже отдыхать. Надеюсь, дожди мои закончились. Света, у тебя тоже дождики идут каждый день, да? Каждый день, и сегодня было даже 12 градусов, но к вечеру прошли дожди, и муж вечером звонит, он в Берлине сейчас, говорит, промок до нитки, потому что у него, ну, только рубашка, зонтика, я не знаю, куда он делал зонтик, всегда зонтик с собой носил. Нет, у нас тоже в Берлине, значит, еще холоднее, у меня 14 градусов целый день было. Да, холодно, холодно, но, и дожди, у меня целый день дождь, вот три дня у меня прям вот льет, льет, льет. Три дня тоже самое у нас, и сильный, вообще сильный, я надеюсь, что завтра посмотрю на мои помидоры, и надо подвязывать, потому что ветер был, ураган был, чтобы там, знаешь, чтобы они не попадали, хоть подвязанные, но все равно надо. Но говорится, что все-таки будет, ну, улучшение, и даже будет очень-очень жарко, ну, лето, Господи, так и должно быть. Ладненько, я оставляю вас всего доброго. Так что хочу сказать, что мы со Светой будем, не знаю насчет завтра, но мы будем все-таки со Светой стараться о Библии говорить и дальше. Да, Светочка? Я вообще считаю, что надо зачитывать потихоньку, не будем интерпретацию читать, а вот зачитывать я с моего источника итальянского, вот надо бы взять источник русский, русский язык. Да, у Вити есть русский источник, Витя тоже разбирается в Библии хорошо, так что очень хорошо сегодня получилось. Да, Витя? Ну, не совсем я хорошо разбираюсь, но ориентируюсь, да. Давайте будем вместе, Витя, давай будем вместе. Ты со своей стороны на русскоязычном, я на итальянском, было бы хорошо, чтобы на другом каком еще языке, потому что в другом языке тоже может быть зернышко, и все вместе, и мы найдем, как всегда, общую картину. Кому, как не нам это все делать? Кто же, если не я? Вот, так что давайте, давайте. Какая Библия, думаете, мозгами? Ладно, хотелось это. Все, ладненько, всего доброго. Я оставлю вас. Все, спокойной ночи всем. Все, до свидания. Доброй ночи.